КОНЕЦ Латори – один из подопытных кроликов в этом проекте. Так же, как и трое ученых с Барселоны. В полевом госпитале, развернутом в базовом лагере на склоне Вереста на высоте 5400 метров, они взяли анализ крови у 15 альпинистов и 22 их местных проводников Шерпа. Из-за отсутствия электричества взятые образцы крови хранились на леднике Кхумбу, откуда на вертолете их доставили в Катманду. В ближайшие недели образцы прибудут в Барселону для изучения. Примерно в 8 тысячах километров по воздуху и более чем в 10 тысячах километров по суше почти на уровне моря расположена Барселона. Мы находимся в одном из самых современных в мире корпусов больницы Санта-Крю и Санта-По. Именно здесь родился и осуществляется проект Шерпа-Эверест. Давайте познакомимся поближе с его участниками. Существует два механизма, которые позволяют нам адаптироваться к экстремальным высотам. Это эволюция, мутация, на которой требуется тысячи лет, и то, что мы называем эпигенетикой, которая регулирует экспрессию наших генов. Когда мы оказываемся в ситуации экстремальных внешних условий, таких как высота или нехватка кислорода, гипоксия, последовательность ДНК не меняется. В подобных ситуациях изменяются механизмы экспрессии генов. И именно это мы хотим изучить. Образцы крови, взятые в Гималаях, будут сравнены с образцами полусотни пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, астмой, болезнью легких, хронической кислородной недостаточности. Этот проект призван изучить, как мы приспосабливаемся к различным случаям кислородной недостаточности. На уровне моря, на высоте базового лагеря на Эвересте, после восхождения на высоту 8 тысяч метров, мы хотим сравнить эти данные с анализами наших пациентов, которые подолгу находились в лагере на вершине. Этот проект, конечно, признан помочь больным, но также альпинистам, таким как Ферран Латоре, который, совершив восхождение на Эверест, покорил свой 14-й и последний на планете 8-тысячник после шести неудачных попыток. Мои ближайшие планы. На самом деле, после восхождения на 14-й 8-тысячников, у меня есть кое-какие идеи. В частности, проложить новый маршрут на вершину 8 тысяч метров. Я пытался это сделать во время всех 14-ти восхождений, но не сумел. Я также хочу попробовать подняться на Эверест без кислорода по северному склону. Это все, что мне осталось, прежде чем я завяжу с альпинизмом. Это научное, спортивное и личное испытание, огромный опыт, который понадобится, чтобы покорить свой собственный Эверест. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok